Всем привет, вы на канале Суперкит. Люди все больше ставят SSD не только в новые компы, но и достаточно старые. Это стало причиной покупки очередного нового бюджетного твердотельного накопителя, который стал от проверенной уже мною неоднократными покупками продукции фирмы Тим. Сталкивался не только с SSD, это были и планки памяти, причем одну и ту же модель DDR3 на 4 гигабайта я покупал раза три как минимум. Также в моем личном пользовании есть флешка в каком-то из видео, а может и не раз она мелькала. Так что в целом для меня эта фирма не нова, а поскольку нареканий не было, то и сомнений перед покупкой не возникло. Что касается твердотельника, у него стандартные размеры, как для устройств SATA в размере 2,5 дюйма. Параметр толщины 7 мм. Пластиковый корпус, в котором вмонтированы металлические гайки, которые служат для фиксации устройства внутри ноутбука или компьютера. Емкость этого накопителя 256 гигабайт. Для дальнейшего ознакомления перехожу на сайт, где можно увидеть весь перечень доступных продуктов компании. Среди них можно видеть и самую емкую модель SSD от Тим на 16 терабайт. А если быть точнее, то на 15,3 терабайта. Хочется такое потестить, а еще лучше оставить себе. Кстати, не так уже и много фирм, которые производят устройства подобных емкостей. Даже погуглил, но так и не нашел других SATA SSD емкостью 16 терабайт. Есть ли такие вообще? Кто-то видел? Меня все время отправляют на Алиэкспресс при таком запросе. А мы-то знаем, какие там настоящие емкости бывают, особенно когда цена ниже величины, соответствующие ценам в 1 терабайт у таких устройств. В видео про разводы 11.11 я показывал подобные устройства. В реальности на 8 терабайт твердотельники от того же Samsung и Kingston доводилось видеть в продаже, но не более 8 терабайт. Что касается модели CX2, то 256 гигабайт это минимальная емкость для этой модели, а 2 терабайта максимальная. В дальнейшем описании девайса можно видеть, что здесь есть SLC-кэш. Также есть предупреждение о том, что форматированная емкость будет ниже, что 1 терабайт будет соответствовать 0.93 терабайта доступного места на диске. Величина TBV, которая обозначает ресурс, показывающий минимальное количество трафика, которое SSD точно может пропустить через себя, для данного твердотельника превышает 200 терабайт. Это очень хороший показатель, который в пересчете на количество циклов записи означает, что более 800 раз можно произвести полную запись этого диска. Например, у моей модели Samsung EVO 860 на 1 терабайт, такой показатель равен 600 циклам. Обещают скорость чтения и записи в программе CrystalDiskMark на уровне 520-430 мегабайт в секунду соответственно. Ну и напоминают про 3 года гарантии. Также предоставляется фирменное ПО для тестирования характеристик, а также отслеживания технического состояния накопителя. Но перед тем, как им воспользоваться, немного традиционная операция по инициализации накопителя. Уже при этом действии видно, что у этого диска 256 гигабайт, после создания раздела и форматирования, будет доступен объем 238,5 гигабайт. После инициализации диск доступен не только к использованию, но и к тестам. Ресурс CrystalDiskInfo 100%. По-другому никак и не должно быть, ведь диск новый. Результат теста поверхности в Виктории идеален. Средняя скорость чтения в HDTune около 527 мегабайт в секунду. CrystalDiskMark показывает даже выше обещанных значений в 520 мегабайт в секунду по чтению и 430 мегабайт в секунду по записи в описании характеристик на сайте. Теперь можно вспомнить и про фирменное ПО. Подозрительно стабильная температура в 33 градуса отображается и здесь, а не только в CrystalDiskInfo. Это намекает на то, что эта температура зашита сюда программно, а реально датчика температуры нет. Если вы забыли какой у вас комп, то эта программа напомнит и об этом. Также и здесь можно сделать и тест во встроенной программе, которая очень напоминает CrystalDiskMark. Для начала тест моего RAM диска. И сразу переходим к тесту виновника торжества. Результаты теста можно посмотреть в разных системах исчисления. Также программа Atteam показывает величину задержки. А еще здесь есть возможность сменить версию прошивки твердотельного накопителя. Для теста реальной скорости записи, а не только которая в начале, пока есть кэш, я подготовил папку более 100 гигабайт, состоящую из файлов видео по 6-9 гигабайт каждый. Если это потребуется, то нужно будет ее записать дважды на накопитель Atteam, но этого не потребовалось. Так как уже через 5 гигабайт SLC кэш переполнен и скорость пошла на резкое снижение. И лишь немного меняется в установившихся границах 75-80 гигабайт в секунду. Диск, с которого копирую эту папку в 100 с плюсом гигабайт, это мой Samsung EVO на 1 терабайт. Чудо, как и во всех таких случаях, уже не произойдет, поэтому можно констатировать, что при копировании большого объема информации, вы увидите именно такую скорость в 75-80 гигабайт в секунду. Много это или мало? Ну, конечно же, хочется больше. Особенно если учесть, что когда SSD появлялись, то рекламировались эти устройства как очень быстрые, намного быстрее работающие, чем классический жесткий диск. Но такова реальность, что на дисках небольшого объема, а иногда и большого, мы имеем скорость записи, которая по факту конкурирует со скоростью винчестера. Означает ли это, что SSD не нужен? Я так не считаю. SSD все равно лучше. Скоростью чтения, скоростью доступа. В какой комп пойдет этот SSD, постараюсь рассказать чуть позже. Этим накопителям нужно будет вообще заменить винчестер. Часть будет использоваться под систему, а часть под некоторые файлы. Я думаю, что это должен быть неплохой вариант по итогу, так как внешним накопителям такой SSD использовать никто и не собирался, а в компе в качестве системного он проявит себя отлично. Емкость 256 гигабайт, более 50% из которых все время будут заняты и не предполагает такого варианта использования, при котором кто-то сюда будет записывать большие объемы за раз. Но тем не менее, отмечу, что для меня, учитывая цену этого твердотельника, такие скорости не стали какой-то неожиданностью. Сделав множество подобных обзоров, а также сталкиваясь с твердотельными накопителями еще до открытия канала, уже понял в каких случаях чего можно ожидать по возможностям от таких устройств. Я знал, что здесь не будет скорость 500 мегабайт в секунду по записи, но иногда и увиденных скоростей достаточно. А вот если бы планировалось использовать SSD в качестве съемного или внешнего, то тогда была бы причина расстроиться, ведь записывать большой объем на скорости в 80 мегабайт в секунду было бы слишком долго. Пока еще мало кто использует твердотельники в качестве внешних для переноса данных или хранения архивов. На данный момент может показаться, что это все равно неизбежно случится, ведь твердотельные накопители рано или поздно вытеснят винчестеры. Вот только может еще что-то измениться в жизни, и они не будут так нужны, как сейчас. Когда они нужны, но недоступны, прежде всего из-за высокой стоимости. Как, например, когда-то и случилось с флешками. 15 лет назад я все ждал, когда они подешевеют, чтобы можно было купить какой-то серьезный объем. А потом пришла эра проводного интернета, и флешки перестали быть востребованы. По крайней мере, в представлении тех лет. Ведь каждый может скачать себе то, что ему нужно, и переносить с компа на комп на флешках стало ни к чему. А в тех редких случаях, когда это все же актуально, то проще это стало делать с помощью внешнего винчестера или SSD, который работает заметно быстрее, ну или как минимум, был более вместительный, чем флешка. Но пока цены на весомые объемы твердотельников все равно заоблачные, то и говорить про полную замену ими винчестеров слишком рано. Теперь, как и всегда в обзорах SSD, сообщаю, что все накопители, которые были в обзорах, за исключением парочки, судьба которых мне неизвестна, так как я их продал после обзора, отлично работают. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok